Сегодня в Ненецком округе стартовала акция «Георгиевская ленточка». За время проведения акции члены регионального отделения общественной организации «Волонтёры Победы» раздадут 5000 георгиевских лент. Именно столько символов Победы поступило в Ненецкий округ. Администрация округа утвердила прожиточный минимум на первый квартал 2018 года. В региональном отделении партии «Единая Россия» продолжает формироваться состав участников предварительного голосования. Мост через лесозаводскую курью готовится к полномасштабной реконструкции. Накануне Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого округа одобрила проект его капитального ремонта. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Север» с вами в студии Илья Сахаров. В Ненецком округе, как и по всей России, стартовала акция «Георгиевская ленточка». За время проведения акции члены регионального отделения общественной организации «Волонтеры Победы» раздадут 5000 георгиевских лент. Именно столько символов Победы поступило в Ненецкий округ. Традиция раздавать черно-оранжевые ленты как символ памяти о победе в Великой Отечественной войне родилась в 2005 году. В этом году акция пройдет уже в 13 раз. Ленты будут раздаваться в оживленных местах города, поселка искателей и населенных пунктов округа. В этом году организатором акции помогают учителя и школьники коррекционной школы и участники военно-патриотического клуба «Патриот». Я первый раз в этой акции участвую. Для меня это является достаточно важным занятием. Георгиевская ленточка, я считаю, что это символ той победы, которая досталась очень большой ценой нашим войскам в Великой Отечественной войне. Георгиевская ленточка является не геральдическим или наградным символом, а репликой традиционного бикалора. Ее запрещено продавать, а также использовать в политических целях. Она является символом воинской славы, отваги и мужества советских солдат, а также данью уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Вместе с лентами будут раздаваться листовки с информацией о том, как правильно нужно носить ленточку и с историей самой ленты. Цвета черный и оранжевый обозначают дым и пламя, символ памяти нашим героям. Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» напоминают, что георгиевскую ленточку нужно носить выше пояса, на груди, в области сердца. Категорически запрещено закреплять ее на обуви, сумках и голове. Акция в этом году пройдет с 24 апреля по 9 мая. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал Север. В День Победы участники колонны Всероссийской акции «Бессмертный полк» пронесут по улицам Наринмара портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Акция стартует одновременно со всей страной в 15 часов. Такое решение было принято на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Заседание Оргкомитета прошло под председательством главы НАО Александра Цибульского. В этом году организаторы изменили время и маршрут следования «Бессмертного полка». Колонна начнет формироваться 9 мая в 14 часов в районе Морского порта возле памятника портовикам, который установлен в сквере между улицами Хатанзийского и Сопрыгина. Также на «Бессмертном полку» при формировании «Бессмертного полка» будем организовать музыкальное сопровождение, чтобы сделать из этого по-настоящему праздник. Чтобы люди не стояли просто 40-50 минут и ждали, а чтобы сопровождали песни времен Великой Отечественной войны, раздавали георгиевские ленточки. Было полное ощущение праздника. Дальше, если все пройдет так, как надо, по данному маршруту, по данным временным рамкам, то это будет хорошо. Потому что в прошлом году люди именно что высказывали негативное отношение к тому, что их выстраивают, главный негатив был, именно в этом заключался. То есть они именно просили отдельное мероприятие «Бессмертного полка». В 15.00 «Бессмертный полк» начнет движение по улице Вучейского в сторону площади Мороцей, где на Аллее Славы пройдет возложение цветов к обелиску Победы. В прошлом году участниками всероссийской акции в Ненинском округе стали свыше 2000 жителей региона. Администрация округа утвердила прожиточный минимум на первый квартал 2018 года. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения установлена в размере 20 584 рубля. Это на 38 рублей меньше, чем в четвертом квартале 2017 года. В первом квартале 2018 года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года отмечено снижение стоимости потребительской корзины на 35 рублей и расходов по обязательным платежам на 3 рубля. Снижение средних цен отмечено по 21 позиции из 42, используемых для определения уровня потребительских цен на продукты питания. Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения Ненинского округа при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим жителям. Кроме того, на ее основе в Ненинском округе определяют ежегодную социальную доплату к пенсии. В Ненинском округе жители старшего поколения, чье пенсионное обеспечение ниже установленного минимума, получают ежемесячную доплату из регионального бюджета. В региональном отделении партии «Единая Россия» продолжает формироваться состав участников предварительного голосования. Сегодня заявление подал Игорь Панкратов, специалист по защите информации территориального фонда ОМС ПАНАО. Игорь Панкратов представил полный пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России», который определит кандидатов в депутаты собрания депутатов Ненинского автономного округа. Игорь Панкратов родился в 1993 году. Окончил Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики. По специальности инженер по защите информации. Кроме того, Игоря всегда привлекала общественная работа. И сегодня он возглавляет региональное отделение молодой гвардии «Единой России». Кстати, только что он вернулся из Казани, где принял участие в молодежном форуме молодогвардейцев. Событие значимое. Туда приезжал президент Татарстана, и ему можно было задать вопрос. Было еще очень много разных спикеров. И нацелена работа была на то, чтобы показать молодым ребятам новые возможности их развития в плане ораторского искусства, постановки целей, команды образования. Игорь, как потенциальный участник предварительного голосования, рассказал, почему решил пойти на праймерис. Я думаю, что это будет малопредпринимательство, потому что многие ребята, я как бы общался с ними, и многие ребята не понимают, как выходить на Россию, как делать оборот больше. И у них затухает производство в Наринмаре. Одна из тематок – это продвижение и малого-среднего бизнеса, помощь. По мнению организаторов, праймерис 2018 особенно популярна среди молодежи. И это не случайно. В рамках проекта действует программа «Политический стартап», в рамках которой молодые участники праймерис могут получить опытного политического наставника из числа действующих окружных политиков. На сегодняшний день в утвержденном составе наставников 16 человек. Кстати, Игорь Панкратов выбрал себе учителя депутата Архангельского собрания Дениса Гусева. Вместе они уже приступили к работе. Сделан первый шаг. Он зарегистрирован кандидатом в качестве участника предварительного голосования. Это тоже очень важно. Важно было выбрать округ избирательный для участия в предварительном голосовании. Следующая у нас модель. У нас мы сейчас будем совместно мобилизацию его сторонников обсуждать, его избирательную программу в рамках предварительного голосования, агитационный период и само участие. Напомню, что по уставу «Единая Россия» при определении кандидатов от партии на выборные должности необходимо обязательно проводить предварительное голосование, в котором разрешается участвовать и членам партии, и беспартийным. Члены других партий принять участие в данной процедуре не могут. Единый день предварительного голосования «Единая Россия» состоится 3 июня в тех регионах, в которых 9 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городских административных центров. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Мост «Ветеран» через лесозаводскую курью готовится к полномасштабной реконструкции. Накануне Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого округа одобрила проект его капитального ремонта. О том, какой будет новая жизнь моста и о дорожной карте предстоящих работ в репортаже Тимофея Жукова. Проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильного моста на лесозаводе начались весной прошлого года. По итогам открытого тендера их доверие провести специализированному проектному институту. С начала 80-х мост ни разу капитально не ремонтировался. Заказчикам проекта по капитальному ремонту моста через лесозаводскую курью выступает казенное учреждение Ненецкого округа «Централизованный стройзаказчик». Проектировщиком этого сооружения является ООО НИИСЕФЗАПИНШТЕХНОЛОГИЯ Город Санкт-Петербург. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого округа по заявлению «Централизованный стройзаказчик» провела государственную экспертизу проектной документации капитального ремонта моста. По результатам рассмотрения выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Для дальнейшей реализации проекта заказчику предстоит еще прохождение у нас же в инспекции процедуры проведения проверки достоверности смертной стоимости институционного проекта, где будет уже определена точная и окончательная цена стоимости реализации указанного проекта. Капитальный ремонт сложного инженерного сооружения пройдет в несколько этапов. На первом будет построен временный мост с выездом на существующее дорожное полотно. Затем старое железобетонное пролетное строение будет полностью заменено на металлическое с заменой опор. По оценкам экспертов, стратегически для города и округа объект находится в плохом состоянии. Мост через лесозаводскую курью. Дата постройки – сентябрь 1980-го. Сложное инженерно-техническое сооружение, как и все россияне, пережило очень много. Перестройку экономической неурядицы и дефицит внимания. Стратегически для округа объект ждет апгрейда, а проще говоря, реконструкции. Работы по капремонту автомобильного моста через курью планируется осуществить в рамках региональной программы развития транспортной системы Ненецкого автономного округа. Тимофей Жуков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Команда юных автомобилистов из Ненецкого округа впервые приняла участие во всероссийских соревнованиях школьников по автомногоборью. Участниками соревнований стали более 170 подростков от 14 до 17 лет, обучающихся в юношеских автошколах. Ненецкий округ на соревнованиях представили ученики школ Наринмара – Константин Апицын, Вероника Галышева, Сергей Кармазин и Андрей Шевелев. Поездке предшествовал местный отборочный тур. По его итогам в состав команды Ненецкого округа вошли лучшие ученики автокласса. Они в течение трех дней показывали мастерство, знание правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи, навыки вождения автомобиля. В этом году добавился новый этап конкурса – замена колеса. Самое сложное мне показалось – это фигурное катание. Потому что нам должны были дать проехать площадку вне конкурса, как пробный заезд. Но этого не было. Было сложно адаптироваться к машине за пару минут буквально. По мнению еще одного члена команды, Сергея Кармазина, конкурс совсем не сложный. И при определенной сноровке ребята из Ненецкого округа в дальнейшем могут занять лидирующие позиции. Мы когда проводили местный конкурс, там сколько? Три элемента было. А там целых девять элементов было. Здесь у него другие элементы. У нас все параллельная парковка, которая широкая, а там узенькая. И так-то ничего сложного не было. Однако наставник наших ребят, опытный педагог Виктор Яковлев таких смелых прогнозов не дает. Конечно, для подготовки команды на автодроме школы есть все необходимые условия. Надо только несколько расширить и усложнить перечень фигур для вождения. И все же стать лучшими очень сложно. На будущее знаем, что теперь нам. Если еще поедем, то мы уже будем знать, что конкретно нам нужно. Сейчас мы, в общем-то, просто практически не готовились. И с тем уровнем вот такое место. А если готовиться, то можно место 10 выше быть. Потому что первая десятка – это специализированные детско-юношеские автошколы. Победителей в личном и командном первенстве определял состав судейской коллегии по количеству набранных баллов. По итогам соревнований первое общекомандное место заняли представители Саратовской области, второе место – Челябинская область и третье – команда Москвы. Команда, представляющая Ненецкий округ, заняла 27-е общекомандное место из 42 возможных. Любители лыжного спорта Ненецкого округа завершили зимний сезон традиционным увлекательным кроссом. На старт эстафеты поколений 2018 вышли 20 команд. Командная эстафета на лыжероллерной трассе стала уже поистине брендовым событием округа. 19-й год подряд наши лыжники таким символичным образом провожают поднадоевшую зиму. Командная эстафета на лыжероллерной трассе стала уже поистине брендовым событием округа. С 1999 года наши лыжники таким символичным образом провожают поднадоевшую зиму. В данный момент уже 19-е соревнование по счету. Начинали с 40 человек. В данный момент уже сегодня 200 человек участников. Ну, кроме этого, судьи поддерживают люди, родители пришли. Ну, попытались организовать праздник. По-моему, получился блины, чай. Все это бесплатно. Ну, за счет спонсоров, конечно. По спонсорам, если могу сказать, что основной генеральный спонсор уже много-много лет у нас. Это магазин хороший, во главе с Иваном Ивановичем Пашкиным. Также в этом году авиапредприятия выделили средства и свою команду выставили. Эстафета получила в этом году необычный формат. Свои команды выставили, также окружная больница и управление имущественных и земельных отношений администрации округа. Но традиция семейного праздника все-таки на первом месте. И дети здесь главные. Как трасса? Понравилось? Мне понравилось, как катили лыжи. Так папа мне хорошо их сделал, что я очень теперь люблю ездить на лыжах. И это мой любимый вид спорта. Молодец. А как соперники? Соперники сильные. Я как могла их обходила. И мне все понравилось. Праздник получился не только спортивным, но и вкусным. Любители лыжного спорта ждали 600 горячих блинов от компании «Авеста-сервис». Кроме городских команд в гонках приняли участие лыжные дружины из Тельвиски и поселка Красное. И именно красновцы стали первыми по итогам всех стартов. Мы каждый год стараемся принимать участие в свете поколений. Очень нравится. Большая благодарность организаторам, спонсорам этих соревнований. Ребятам очень нравится. И это здорово, когда нас соревнования объединяют от самых маленьких до, как говорится, до людей в возрасте. Очень здорово. Спасибо всем организаторам. Ну а мы рады за Красное, что мы победили! На втором месте по итогам соревнований семейная команда Виктора Чупрова. Жители НАУ вновь доказали, что Ненецкий автономный округ – территория активного спорта. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Шефство над птицами на лыжероллерной трассе поселка «Искатели» взяли участники Всероссийского движения школьников. Они развесили вдоль трассы самодельные кормушки, а также насыпали корм. Консультировали ребят, как правильно общаться с пернатыми друзьями сотрудники заповедника Ненецкий. Это необработанное пшено. Вот именно таким пшеном нужно кормить птиц. Именно таким, тем кормить нельзя. Краткий инструктаж от сотрудника заповедника Ненецкий. И десант школьников разбирает кормушки. Их надо повесить так, чтобы птицам было удобно кормиться, а людям насыпать зерна. Восьмиклассник Андрей Дедов смастерил вместе с папой настоящий скворечник. Говорит, учитывал все, чтобы птицам было удобно. Он должен быть просторным, чтобы птице было удобно там находиться. И вход тоже должен быть широким. Кормить птиц надо с умом, отмечают специалисты. Например, хлебные крошки птицам могут только навредить. Самое лучшее – это пшено или специализированный корм для пернатых. Птицы летят к нам именно летом. Это не только на откорм, на линьку, но также и на гнездование. Для них это является таким детским садом. И осенью, когда птицам трудно найти корм, это очень важно. Именно для них, чтобы они набрали сил и улетели дальше зимовать в другие страны. Акция Всероссийского движения школьников сделана с заботой и стартовала еще в ноябре прошлого года. Тогда ребята из всех городских учебных заведений вместе со своими родителями мастерили кормушки для птиц. Самыми активными стали ученики начальной школы. И если прошлой весной кормушки развешивали только в пределах двора первой школы, то в этом году вышли на больший масштаб. В планах проект такой создать карту, сделанную с заботой, где будет указано, где у нас висят кормушки. И, соответственно, чтобы пустить ее в социальных сетях, пустить ее на официальных сайтах различных наших организаций, чтобы люди знали, куда можно прийти и положить корм для птичек. Теперь ребята будут регулярно инспектировать кормушки, добавлять корм. Возможно, в скором времени такие столовые для птиц появятся и в других районах Наринмара и поселка Искателей. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова была информационная картина к этому часу. До встречи в эфире.